Налетела грусть, сяду и промчусь, а мне нужна твоя скорость Мотор, от винта, прекрасно переключается коробка передач В ЖИКе все, легко и просто, и в путь Решил прокатиться с утра Могу-то себе позволить Сейчас доеду до парка Там погуляю Вот сюда Так, что тут? Тут у нас лед А по льду эта машинка ездить не любит Поэтому Поставлю-ка я ее здесь А сам пройдусь Узнаю, что там с дорогой Подумалась, а что это я в парк поеду? Где явно ничего не чищено Поеду-ка я через центр города На набережную И там я похожу Среди торосов Так Назад Смотрим, что там Что-то Никого там нету Так Опачки Слегка прокатились на льду Работает система Показывающая, что скользко О, тягает так это Но она тут все Рулит Выравнивает машинку Ну ладно Тут Переезд у нас Что я тут одичал? Буду стоять ждать Поеду-ка я В обход Значит Никак я не решаюсь На такой вопрос Ответить Хотя у меня есть ответ После того, как я выложил Описание на эту машинку Свой опыт Десятилетний И эксплуатация Этого авто Пришли различные отзывы И в том числе Такие Ну как же так Вот Какой-то там Мужчинка Непонятный Живущий Глубинки И на телевидении И такие машины имеют Но сначала Насчет Машин Вот смотрите Вот эта машина Ее можно вообще-то купить Объявлений Я встречал лично много Значит И причем Купить Если она новая Стоила Три миллиона Рублей То сейчас Ее продают За Триста Триста Пятьдесят Четыреста Тысяч Рублей Но никто Не хочет Брать Влаживать Делать Из машины Конфетку Это надо И время И Денежки Должны быть И желание Естественно Должно быть Потому что Деньги есть А куда их потратить Можно Съездить Там Отдохнуть На море Покупаться Еще черный Там Так Вот А можно Вложить Там Машину Конечно Хорошо Когда можно Там И покупаться И машину Вложить Ну Лично Мне Приходилось Иногда Делать Выбор Появились Денежки Да Можно Значит Что там Съездить На море Со своей Семьей С девчонками Женой Дочкой Они в основном Любят Либо Значит Ну Потратить Да и вообще Знаете Вот Такой вопрос Конечно Если ты хочешь Что-то содержать Ты должен Находить Денежки Для того Чтобы это Содержать Не в ущерб Семье И я старался Так делать Чтобы это Как-то было Не в ущерб А в радость Мне Не в ущерб Семье И в радость Мне Вот Поэтому Многих Значит Отвергает От этой машины Это налог Около 300 лошадиных сил Там 280 С чем там Ну вот Могу платить Там переплачивать Считают Что там Обслуживание Там дорогое Там Я предсказал Что оно дорогое Но все зависит Естественно От Дохода человека Для одних Это Сущий пустяк А для других Это Значительно Уже траты Вот То есть Машинка Машинка Вот в данном случае Она как бы Оказалось Ну воле судьбы У меня В 2007 Году А потом Я Пробовал Ее там Назад Вернуть Хотел Как бы Ее Сдать Тем ребятам Которые Мне ее Продали А у них Взять Джипачка LX Ну Не получилось По ряду причин Одно дело Знаете Вот Сдыхал автомобиль А другое дело Ты его потом Должен еще То есть Нашел Хорошего покупателя Который там Заглотил Я его за миллион Купил И нормально А потом Попробовал Продать Там За такую цену И как-то там Выручить Отбить Ну вот Но тем не менее Значит Машина Вот Она Никому не нужна И Я Значит От тех же Ребят Знакомых Которые Мне это все Продавали Слышал Что Говорит Вот стоит Машина 350 тысяч И мы уже Ее куда-то Там Деть Чтобы Она Места В гараже Не занимала Как бы Ее Сплавить И Все Вот А я Взял Старушку Видите Вычухал И Теперь Езжу На ней Радуюсь Вот Это Насчет Машины Теперь Насчет Того Как же Так Вот Где-то Живет Там В глубинке И на телевидении Был И И машины Имеет Да Как сказать Следствие Того Вы знаете Я Этим вопросом Постоянно Задавался Себе Начиная С детства Я здесь родился Вырос И живу Я мог И в Москве Жить И И в Петерсбурге И в другом месте Но мне нравится То место Где я родился Где я живу Я здесь Очень хорошо Чувствовал А в других местах Могу там Отдохнуть Или поработать Вот Так я задавался Себе Вопросом Еще Пацаном Меня Заинтересовал А почему Другие люди Сильнее Ну да Они могут быть Больше Там Еще в школе Они могут быть Ну чисто От природных Какие-то Данные Ну Есть еще Там Тренируется И я Задался Себе Целью Вот За счет Чего Они Меня Лучше В смысле Сильнее Тогда Меня этот Вопрос Волновал Я стал Сам Заниматься Смотреть Как это Делают Другие Оказывается На этом Все построено Плоть до Духовного Совершенства Живут Рядом С монахом Который Уже Продвинулся Практически Повторяют То что Он сделал И тоже Достигают Того что Он достиг Ну Вернемся К тому Что я Занялся Тяжелой Атлетикой Там Культуризм Все это Там Такое Бодибилдинг По современному И смотрел Что Че Как Они делают Чем Я хуже Их Что Я могу Хуже Заниматься Или Еще Там Что Ни Такую Технику Освоить Вот Все Это Я Применил Делал Не Ленился Вот Меня Так Как-то Процесс Вот Работы Над собой Захватил И В итоге В итоге Стал Я Мастером Спорта По Тяжелой Атлетике А Те Ребята Которые Со Мной Были И Лучшие И Больше И у них Способности Как бы Сказать Для этого Получше А они Там Перворазведниками Стали Кто Кандидатом Вот И вот Этот Спорт Дал Мне Такой Толчок Что Все Дело В том Что Ты Должен Посмотреть Узнать Как Эта Технология Делается Совершается И И Потом Ее Делать Естественно Делать Пахать И Вот Эти Вот Как бы Знания Уже Можно Их Применять К Различным Там Областям К Различным Областям Ну После того Как я Перестал Заниматься Тяжелой Атлетикой Надо было Работать Хоть Я И Окончил Институт Физической Культуры Спорта Там Центральный Орден Ленина Московский Но Тем не менее Тут Действительно Особо Никаких Этих Перспектив Нет Поэтому Пришлось Поработать На Других Работах Но При этом При этом Очень важно Что Несмотря На то Что Я там Работал На разных Работах И Русиком Наверное Водочном Заводе Потом Там Водолазом Потом Даже Начальником Спасательной Станции Труп Доставал Утопленников У меня Была Одна Черта Это Любознательность Вот Мне Было Интересно Читать Что-то Узнавать Ну Особенно О своем Организме О Развитии Его Возможности Ну И Это Привело К тому Что Когда У меня Начались Болячки Повылазили А Повылазили Из-за того Что Никого Винить Кроме себя Не следует Своей Телесных Немощ Хочешь Занимайся Кушай Будешь Большим Не следишь За собой Значит Естественно Придут Разного Рода Недомогания Потом Хронические Заболевания Которые Очень Мешают Жить Вот Я Вот Они Заставляют Задуматься А что Ты делаешь Не так Почему Почему Они У тебя Вот То-то 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 А у Других Нету Там Вот На эти вопросы Надо Не просто Ответить А применить К себе И все это Выровнять Исправить Вот В результате Всего Вот Этого Изучения Работы Над собой Я Написал Брошюрку Которая Казалась Полезной Другим Людям Называлась Нацелительная Сила Потом Это все Я расширил Мне интересно Как питание Действует Как то Все Я Значит Расширил Это до Четырех Книг Потом еще Еще Появились То есть Оказался Таким Плодовитым Автором И вот Благодаря тому Что То что я Сам Изучил И это Мне Помогло И я Этот процесс Описал Как Что делать Мои книги Разошлись Миллионными Тиражами Благодаря Чему В 90-е годы Которым Было Очень Трудно Для меня Наоборот Они прошли Очень хорошо Я построил дом Купил там Участок земли А так я жил Жил В обычном доме Он женился Молодая Жена Потом ребенок Один появился Другой появился Мы жили Печку Топил Я сам Углём Печку Тут надо ухаживать Чистить Смотреть Что как Далее Я там Перестроил Весь дом Никто Меня не учил Приобрел Станок Деревообрабатывающий Давай там Доски на нем Строгать Ну и Естественно Удобства Там были Во дворе Но я постарался Сделать так Чтоб это было Не во дворе А всё-таки В тёплом помещении Чтоб самому Было приятно Не просто там Срать Где-то Извините Меня на улице Яйца отморозишь Не говоря уже О своей супруге И дети Вот То есть Я сам задавал вопрос Почему Почему Вот так вот И Я старался Ну говорит Естественно Для семьи Надо зарабатывать Деньги Работать Но одновременно Сам себя Образовывал Для того Чтобы Ты мог В этой жизни Найти какие-то Найти что-то своё Понимаете Вот Что Ещё я хочу сказать Я не занимаю Чужое место Вот как там Допустим Какой-нибудь чиновник Сел А думает А я бы сел Или там ещё В Газпроме Или там В нефти Мефти Акции Макс Я занимаю Своё место За счёт того Что Образовал себя И у меня голова Варит совершенно По-другому В отличие от большинства И поэтому Поэтому Мне удалось Благодаря этому Построить совершенно Иную жизнь И Приобрести Не чрезмерно Даже благо Вот у меня две машины Да У меня Большой там дом В котором мы живём Вдвоём С женой Был построен Для всей семьи Они могут жить Но У каждого Своя там квартира То есть Приобрёл то Что нужно Для нормальной Комфортной жизни Не более того Ну вот это Кроме что Машинки Мои Как бы сказать Игрушечки Я тут Отвлекаюсь А основное время Основное время Приходится мне Проводить Естественно За компьютером Что-то я там Пишу Что-то делаю И не важно Что там Она приносит Мне там Не приносит Но я Это дело Делаю В данный момент Это не нужно А глядишь Дальше Это понадобится Людям Вот И в конце концов Я даже задавал Себе Такие вопросы А почему Люди получают Намного больше Чем я Я вроде бы Достиг там Хороших там Зарплат Ну Когда всё это Там построил Да там Всякое было В то время И деньги Сумками Когда они Там Ничего там Не стоили Вот И сейчас А почему Чем я хуже И задавшись Вот этим Вот Вопросом Чем я хуже Их И Подойти Вообще-то К этому вопросу Знаете Не как Хапуга А Какой-то Вот Ну будем Говорить Вот Пофигу На всех Там Значит Не считаясь С мнением Других С их Положением То есть Идти по головам Вот А вот Чисто по-человечески Так Пройтись Что Это твой Путь Который Никто Не займёт Никто Не займёт И в то же время Он тебе Принесёт Мани-мани И вот Так вот Задавшись И действуя Ну если Будет Желание Подробного Узнать Я конечно Расскажу Вот Как там Я действовал Как я считаю Действовать Вот Добился Того Что Сейчас Я могу себе Позволить Вот Понедельник 9.33 А я приехал Просто хочу Походить И это я могу Делать каждый день Ну и Буду по мере Возможности Потому что То заленишься То ли ещё На машинках То есть Машинки Потому что Позволяют Мне Достичь Тех мест В которые Хотелось Мне посмотреть Не более того Достичь С комфортом Так что Ты чувствовал С себя человеком Это очень важно Если вы С себя чувствуете Человеком То что-то Делайте Для этого И найдите Своё Своё Что Будет вас Он говорит Кормить И Сделает Личностью Отличной От других Ну Примерно Вот что Я вам хотел Там сказать Пойду погуляю Подышу Свежачком А то Я слишком много Сижу За этими Компьютерами У меня В основном Устает Попа Так что Надо быть Самим Собой Ничего Другого Не занимать И Выделяться Именно Вот Вот Я Читал Про Форда Он Там Приехал В гостиницу Такую Обычную А этот Портье Спрашивает Вы же Форд Вы же могли Остановиться Да Я знаю Что я Форд И мне Нечего Доказывать Поэтому Мне Нечего Доказывать Кому То Еще Я Самому Себе Это важно Самому Себе Доказать На что Что Способен И в спорте И в бизнесе И в жизни И так далее И того подобного Все И успокоится Поэтому Мне Абсолютно Все равно Как Я Будет Одет Ботинки Трико Мне Удобно Я Делаю Все Мне Хочется Снимать Я Снимаю Я Монтажеру Захотелось Выставил Вам Хочется Смотреть Нет Не Смотрите Вот Вот Все Недолго И Я Не Считаю Вас Ну Как Бы Сказать Вот Я Можно Сказать Добился Там Успех Каждый Человек В этой Жизни Он Решает Свои Задачи Значит Ему Там Надо Сначала Вот То-то Решить Вот Это Вот Сделать А потом Уже Что-то Там У него Там Появится Такое А то Иногда Они Пытаются Сейчас Я Деньги Зарабатываю А что Касается Личной Жизни Что Касается Общения С Друзьями С Окружающими А он В этом Деле Не Может Никак Взаимодействовать Кстати Вы При случае При случае Вот эти Все Знаете Слухи Которые Идут В интернете От людей Не знающих Меня Это Одно Они Там Наплетут Все Что Угодно Мне Было Интересно Заниматься Узнавать Различные Направления Знаний Вот И считают Меня Ага О Он Что-то Писал Такое Плохое Или Еще Такое Зазорное О Проинтересует И машины Мне Много Что Проинтересует Вот Ну Будем Дальше И машинки Показывать И Рассказывать Кстати Можете Посмотреть Мой Не сайт А канал Малахов Про На который Вы там Смотрите И газету Я делаю Меня никто В задницу Не тычет И я особо От нее Ничего Не имею Но Если она Выстроит Я могу Очень много Иметь И я Сам Сделал Посмотрел Как люди Делают Передачи А чем Я хуже И тем более Меня поразилось Знаете Что То что Снимая Клип Который Идет Буквально Таким Со мной Минут Какой там Минут Секунд Пятнадцать Я Я насчитал Пятьдесят Одного Человека А я Это все Делаю Сам Мне Никто Не Нужен Вот Одна Камера Вот Другая Камера Если Надо Я еще Там Две Камеры Налеплю А у меня Хоть Вообще Окружусь Этими Камерами Потому Что Я Вложился В Творчество Вот Я Сам Все Сниму Сам Все Это В Компьютер Заведу Сделаю Мультиклип И Как У меня Видение Выложу Уже Готовый Файл И Выставлю Это То есть Без Всякой Вот Этого Свадьбы Пятьдесят Один Человек Я Вообще Охренел Понимаете Так Что Я Если Кому То Там Надо Ну Если Уже Зато Пошло Короче Могу Это Сделать То Есть Важно Чтоб Человек Понимал Что Он Это Может Что Он Может Поднять 200 Килограмм И Я Это Поднял Может Голодать 40 Суток И Я Это Голодал Может Прорубь И Я Это Делал Может Сложиться В Лотос Сокрытый Лотос И Это Делал И В конце Концов Если Говорит Он О Бизнесе О Умении Зарабатывать Денег Пусть Он Покажет Какие То Свои Достижения Дом Что Там Еще Счет Машины Ну Как То Так Вот Получилось Потому Что Такие Беседы Не Просто Вести Хорошо Хорошо Когда Собеседник Он Задает Вопрос Ты Отвечаешь А тут Как бы Сказать Я С вами Беседую Но Благодаря Тому Что Я Привык Работать Перед Камерами А для Того Чтобы Этому Научиться Это Надо Тоже Не Один Год Попотеть Ну Ладно Пошел На Прогулочку А Руль Руль Нормальный Ничего Не Кривой Что То Сказали Это Кроме Что Может Быть Искажение От Камеры Когда Она Снимает Потому Что Она Где-то Растягивает И Получается Но Я Выставил Средний Экранчик Который Дает Хорошую Картиночку И Мне Нравится Шторвал Большой Как Капитан Сидишь Левая Руля Правая Руля Пипи И Плывешь Как На Шхуне